Так, Артур, еще больше нету? Вроде нет. Вроде нет. Так, давай мы это положим тебе вот сюда, в карман. Возьми кольцо, занеси его за спину и прими решение, в какую руку ты хочешь его положить, а после этого вытяни обе руки перед собой. Вот так, попробую угадать. Так, чуть подальше их держим, так все время. Смотри, колодекарты делятся на два цвета, красный и черный. Если кольцо находится у тебя вот здесь, тогда подумай о красном цвете. Если у тебя вот здесь, то о черном скажем. То есть тут красный, тут черный. Несложно, красный цвет, у тебя кольцо здесь, покажи. Отлично. Один раз есть, но один раз это неинтересно, это всего лишь на 50 на 50. Шансы очень велики, что я могу угадать потом сделан, то еще раз заноси за спину. И теперь вытягивай снова руки перед собой. Чуть подальше разведи их. Итак, смотри, мы определились с цветом, он красный. Красная карта бивает двух мастей, то есть губновая и червовая. Если у тебя кольцо находится здесь, тогда подумай о червовой масте. Если здесь, то о губновой. Подумай. Да. Бубновая масть, кольцо здесь, покажи всем. Отлично. Замечательный цвет, заводи снова. Третий раз уже сделаем. Хорошо. По завершающим. Шикарно. Теперь смотри. Сделаем так. Карты бывают с цифрами и с картинками. Если у тебя кольцо находится здесь, тогда подумай о цифрах. Если кольцо находится тут, тогда о картинках. Подумай. Мне кажется, все-таки ты думаешь о картинках и кольцо находится здесь. Отлично. Три из трех. Замечательно. Но теперь сделаем мне одолжение. Мы пришли с тобой оба к тому, что получился цвет красный, масть бубновая и карты с картинками. Да. Карты с картинками есть три. Это валет, дама, король. Представь, что перед нами, точнее между нами, стол и лежат три карты. Валет, дама, король. Представь, что две из них ты толкаешь поближе ко мне. Какие карты сделают это движение и скажи мне, какие карты ты толкнула. Дама и король. Дама и король, отлично. Обрасываем. Теперь одну из этих карт, либо даму, либо короля, подтяни поближе к себе. Какую карту ты подтянешь? Да, бубновую. Да, отлично. Отставь мне. Короля. Короля бубнового я беру. Складываю пополам. Еще раз пополам. И бросаю в кошелек. Достань его. Он был пустым. И теперь открой его. Открывается он просто вот таким вот образом. Видишь, что там есть? Да ладно. И теперь ты разворачиваешь эту карту и показываешь всем, что это был новый король. Это будет логическим завершением. Приветствую вас, друзья. Я сегодня неспроста надел именно эту футболку с выделенным на ней словом бездельник. Потому что я уже, если честно, давно должен был выложить этот обзор. Разные поездки и личные дела постоянно отвлекали от него. Но сегодня все работы завершены и я рад поделиться им с вами. Но прежде чем мы начнем. Всем нам стоит отдать дань уважения интернет-магазину игральных карт и реквизиты для фокусов mprops.ru Который любезно предоставил такую дорогую штуку на обзор. Насколько дорогую, вы узнаете немножко позже. Если так прикинуть, то это второй дорогой реквизит, который попал ко мне в руки на обзор в рамках данной рубрики. Первым, как вы помните, был Firewatch. Так что сегодняшнему контенту мы все с вами обязаны магазину mprops.ru Ссылку я оставил в описании. Переходите по ней и обязательно чем-нибудь закупитесь. Прежде чем мы приступим к распаковке, я бы хотел вам пояснить, что же такое флакс. Флакс представляет собой детектор магнитных предметов. Во включенном состоянии он, находясь рядом с чем-то магнитным, подает определенный сигнал. В данном случае либо моргает, либо вибрирует, либо и моргает, и вибрирует одновременно. Теперь, когда вы в курсе, давайте на него взглянем. Вот таким образом выглядит коробочка. На ней написано «Flux». Здесь вот написано «Pro Mystic». И, собственно, все. Я уже ее немножко поранил. Вам приедет целая, если почта вас, конечно, не подведет. И больше в плане дизайна тут ничего нет. Внутри вы найдете карточку от «Teory 11» на обратной стороне, в которой написана ссылка и пароль для доступа к обучению, как обычно, собственно. Сам девайс, видите, вот тут лежит. Давайте, ну, по тексту тут как бы фигня написана. Типа там «2 года гарантии». Это не фигня, это важная информация. А в основном тут типа «Award winning customer service». Это типа там «По работе с клиентами они какую-то награду получили». И «Более 10 лет в бизнесе». Это тоже просто маркетинговые какие-то надписи. Вот «2 годовая гарантия». Я не знаю, как себя ведет компания «Pro Mystic» или «Teory 11» в случае, если вот что-то с девайсом не так. Не желаю, чтобы кто-то из вас проверял это на своем опыте. Пусть лучше у всех у вас девайсы работают хорошо, без всяких косяков. Вот таким образом выглядит сам гиммик. Надеюсь, что там все в фокусе. Просто вот так вот вы его надеваете, он прячется, и вы, собственно, работаете. Можете так немножко показывать руки. Видите, его практически не видно под определенными углами. Вот, так что девайс прям отличный. Сам этот гиммик очень качественный, приятный на ощупь, хорошо держится в руке. В общем, с точки зрения качества девайс отличный. Как им пользоваться, понятное дело, я вам объяснять не буду. А, давайте я вам еще вот кое-что покажу. Тут, получается, это ж не все. Если достать эту фигню, то внутри вы найдете, получается, тут клейкая основа, которая вам позволит этот девайс, если вам не нравится его так использовать, прикрепить куда угодно, например, под браслет или под часы, но об этом чуть позже. И, как вы видите, две запасные батарейки. И, кстати, тут еще будет небольшой неодимовый магнит, который вам уже позволит начать репетировать этот фокус, прикрепив этот магнитик к какому-нибудь предмету. Я уже не знаю, уже куда-то делал, вот, в процессе своих репетиций. Но, тем не менее, у вас он будет тут в комплекте, чтобы вы могли сразу попробовать этот девайс в деле. И это, собственно, все, что вы получите за его стоимость. Какую стоимость, поговорим немножко позже. То есть, вот такая классная штука. Переходим к обзору. И всем глупым зрителям, плачущим сейчас со словами «Зачем же ты раскрыл секрет этого фокуса?» Спешу напомнить, что его секрет в общем доступе раскрыли сама компания. ProMystic, публикуя, как выглядит этот девайс, уже при продаже. И Хьюго Шелли, сделав отдельный трейлер для своего шестого чувства, где показывает принцип работы устройства. Расслабились? Двигаемся дальше. Многие профессиональные иллюзионисты уже знакомы с подобного рода реквизитом. Например, существует такой продукт «Шестое чувство», третья версия. Я думаю, что многие из вас о нем слышали. Так вот, Flux – это более дешевая и не менее качественная альтернативная вариация этого реквизита. Что-то типа, если у вас не хватает на «Шестое чувство» и вы не хотите покупать какое-то китайское барахло. Хотя, конечно, в некоторых моментах Flux даже превосходит «Шестое чувство». Выпущен этот реквизит компании Pro Mystic и продается, в частности, на сайте Теории 11. Изобретателем его является Крейг Филисетти, который вас обучит, каким образом с ним обращаться в англоязычном обучающем видео. Имейте в виду, видеоролик на английском языке. Снята обучалка очень качественно. Это важный показатель отношения создателя к своему продукту. Единственное, что там по мне не хватает, это чуть больше крупных планов. Сам обзор предлагаю провести в формате плюсов и минусов. Я их обозначу, а вы сами решайте, надо вам эта штука или нет. И начнем мы, пожалуй, с минусов, потому что заканчивать на минусах обзор на хороший реквизит как-то не очень круто. Первый, по моему мнению, минус заключается в том, что устройство работает от батареек. Большинство профессиональных иллюзионистов уже давно привыкли, что устройство идет с USB подзарядкой и никто не хочет париться с разными маленькими батареечками. Для многих, наверное, это не будет минусом, но для других многих, возможно, будет. Например, реквизит шестое чувство позволяет вам, благодаря специальному приложению, определить количество заряда, которое осталось в устройстве и вовремя его зарядить. Тут никакого индикатора нет, вам придется полагаться просто на ощущения. Когда почувствуете, что сигнал уже немножко слабоват, тогда нужно заряжать устройство. Это, я считаю, не очень круто. Но, как бы, есть и второй момент. Батарейки очень хорошо держат заряд, в отличие от подзаряжаемого аккумулятора. Это, возможно, плюс, но все равно никто не хочет париться с заменой этих батареек. Так что это я все-таки, в общем, отнесу именно к минусам. Второй минус заключается в том, что девайс определяет только монеты, в которых есть хороший магнит. Я поясню. Вот, например, в Беларуси все монеты магнитятся, но вот их девайс не определяет, только если вплотную поднести. Поэтому я не могу попросить зрителя достать любую монету из кармана и уже с ней начать показывать фокус. Это меня немножко сковывает, как демонстратора этого эффекта. То есть приходится давать зрителю какую-то свою особенную, важную для вас монету, или, например, кольцо магнитное, или какими-то другими способами объяснять, почему именно вы даете свой предмет. Вот если, например, зритель скажет, а давай с моей монетой, придется отшучиваться, а это не круто. Лично я думал, что девайс будет определять наши белорусские магнитные монеты и был разочарован, когда это оказалось немножко не так. Теперь перейдем к плюсам. Первым из которых является стоимость реквизита. Флакс стоит 200 долларов. Например, шестое чувство стоит 300 долларов. И вот на эту разницу, в сотку, вы можете либо купить себе очень много всего полезного, либо просто сэкономить. Я понимаю, что многие из вас скажут, что и так, в принципе, дорого. Но этот реквизит исключительно для профессиональных иллюзионистов. Дешевле только китайские варианты. Второй плюс заключается в том, что флакс позволяет определить полярность магнита. Что вот в случае с монетой позволяет определить, какой стороной она лежит в руке у зрителя. Орлом или решкой. Он просто вам подает разные сигналы. Вот в данном случае, либо одна вибрация, либо две. То есть, если хорошенько потренироваться, можно определять не только, в какой руке лежит монета, но и какой стороной. Для зрителя это просто... Третий плюс, по моему мнению, заключается в том, что устройство идет в виде компактного гиммика, который классно прячется в вашей руке. И в принципе, вы можете показывать этот эффект с закатанными рукавами, без вообще вот всяких браслетов и часов и колец на ваших руках. Конечно, при условии, что вы научитесь ловко с ним обращаться. Единственное, что я бы вам посоветовал, это не носить долго гиммик в кармане, потому что он начинает собирать на себе краску и быстро пачкается. Очищать его потом сложно. На себе проверил, поверьте мне. Поэтому лучше всего, если вы, например, в процессе выступления скинули его в карман, это нормально. После выступления достать его и положить в какой-то целлофановый пакетик. Таким образом, он прослужит вам намного дольше. Но если вдруг так использовать этот девайс вам неудобно, и вы хотите его использовать, например, как шестое чувство, прикрепив там под часы или под какой-нибудь браслет, в обучении детально показано, каким образом это сделать. Это сделать можно. То есть, есть вариативность, а это всегда круто. Так или иначе, я вот общаясь с ребятами, которые используют шестое чувство, постоянно от них слышу, что они сами пальмируют девайс просто в руку, подносят к руке зрителя, определяют, где монета, и потом просто сбрасывают в карман. Так объективно делать удобнее. Теперь закруглим. Лично я считаю, что это очень крутая штука. Вот мне прислали этот реквизит на обзор, и я должен был его вернуть, потому что он дорогой. А я вот решил этого не делать. И купил себе эту штуку, потому что я уверен, что она еще не раз себя окупит. Реально чувствуешь себя настоящим Джеймсом Бондом с каким-то мега секретным оружием в своей руке. Так что всем профессиональным иллюзионистам рекомендую приобрести себе флакс. И лучше всего это сделать у магазина M-Props в качестве благодарности за то, что мы сейчас смотрим этот обзор. Я этот реквизит использовать буду, поэтому моя оценка 10 из 10. Не забывайте подписываться на мои инстаграм и группу вконтакте, чтобы оперативно отслеживать все мои новости. Ну а если это видео вам понравилось, нажмите на соответствующую кнопку под роликом, рассказывайте об этом видео вашим друзьям, подписывайтесь на канал, и мы обязательно увидимся с вами в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok